приветствую всех на моем канале с вами мама лена за чашкой чая благодарю моих слушателей за внимание лайк и подписку а также прошу прощения за мой пронос немного приболела сегодня продолжу беседу про путь мага и давайте затронем тему мышления мага и что мешает нам стать истинным магом и так поехали начну с того чем отличается маг это человек который способен видеть то что не видят многие я не имею ввиду потусторонние миры хотя и такое бывает потому что это как я уже говорила всего лишь настройка мозга на восприятие иных волн бытия у кого-то врожденное умение у кого-то приобретенное сейчас речь пойдет о слепой вере в реализацию своего намерения это не просто желание эмоционально окрашенная хотелки и мечты маг готов и действует он понимает что он хочет получить от своих неких действий и готов это иметь он слепо доверяет своему видению того чего он ждет от реализации в материальном мире то есть вера в результат соответственно в себя и свои возможности логика и статистика здесь отходят на второй план понятие невозможности размыто он смотрит на некоторые вещи своим внутренним взглядом и видит то чего еще нет физическом мире и не просто видит он ощущает это напитывает энергии будущее создает можно сказать материю здесь без умения визуализировать веру в свои силы и готовности иметь никак именно это и есть умение ощущать то что ты хочешь обладание результатом вы допустили возможность и поверили в эту мысль так можно создать как положительные события такие отрицательные когда человек постоянно тревожится его наполняют негативные мысли результатом будет соответствующая реальность это закон притяжения как духовного таки материального человек верит что он задумал неизбежно его действия направлены на реализацию этого и двери которые закрыты для других им открываются иррациональность вокруг нас но тут хочу уточнить сейчас я не говорю о ежедневным следованием астрологическим прогнозам чрезмерное внимание к приметам и суевериям и не следует путать психические проблемы типа о к р шизофрении и тревожного расстройства с мышлением мага не перестану напоминать о золотой середине она там где не отрицается наука и физическая но учитывается наличие невидимого непознанного возможности влиять на реальность зацикленность мнительность внушаемость суеверия и страх ни к чему хорошего не приведут человек не может управлять тем что управляет им это как правило наши страхи токсичные убеждения и стереотипы наши ожидания и эмоции которыми управляют обстоятельства жизни а не мы если позволить себе наглость не зависеть и не опираться на реальность сегодня а начать ее создавать исходя из ваших желаний стремлений и приоритетов вы будете удивлены результатом реальность постепенно начнет меняться только ваше внутреннее состояние и восприятие реальности через эту призму влияет на будущее если вы управляете своими эмоциями страхами зависимостями и убеждениями вы имеете гибкость мышления регулирование внешних обстоятельств вполне осуществимо это тоже является одним из аспектов мага он диктует обстоятельством что должно происходить маги это искусство изменения поэтому маг прежде всего работает над собой избавляется от лени нытья обвинений в адрес других и вселенной он не лежит на диване и не ждет что случай и фортуна сделает все за него даже если желание велико действия подтверждающие стремление иметь мысли слова и намерения в магии не отделимы друг от друга а еще маг должен уметь просить защищаться и очищаться развивать свою силу и духовно развиваться чем больше вы познаете вселенную мотивы человеческих поступков тем сложнее двигаться дальше потому что принять нужно все и белое и черное иметь силу не разочароваться находить точку опоры в себе об этом мы еще побеседуем в следующих видео жду ваших комментариев пишите что вас еще интересует о чем хотелось бы пообщаться благодарю еще раз за внимание ставьте лайк подписывайтесь на канал и до новых встреч